Вместо платья и туфель, форма и сапоги. Александра Бурак рядовой 147-го зенитного ракетного полка. Девушка на тыс автоматом, но ее стихия музыка. Солистка военного оркестра День защитников Отечества встречает на репетиции в родной части. Тут служит и ее муж. С гордостью носит офицерские погоны. Я с детства мечтала носить форму, но немножко меня жизнь развернула в другую сторону, но все же я пришла к своей мечте вот уже в этом возрасте. Быть военнослужащей это престижно, это форма красивая, девушкам она всем к лицу. Я считаю, что сегодняшняя обстановка в мире, которая сложилась, заставляет нас, военнослужащих, относиться гораздо более ответственнее к выполнению поставленных задач. Неважно, каких задач, любых задач. И на сегодняшний день каждый военнослужащий должен это понимать. На площади Победы расчеты военнослужащих Бобруйского гарнизона. В святом для каждого жителя месте наследники подвига белорусского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной. Символично в год мира и созидания вооруженные силы отмечают 105-летие со дня основания. Армия оснащена по последнему слову военной науки. В этом могут убедиться и горожане. Специальная техника вызывает живой интерес у детей и взрослых. А рядом, за настоящей солдатской кашей, выстраиваются очереди. Сегодня отрадно то, что мы здесь собрались на нашей площади. И военно-патриотическое воспитание всегда, наверное, было, есть и будет с основной частью. Но особенно бы хотелось пожелать ветеранам, нашим бойцам, которые служат в частях воинской, самое главное, здоровья, мирного неба над головой. Всех благ. Дорогие мужчины, есть уникальная возможность поздравить вас с этим праздником. Вы знаете, считается, что 8 марта – любимый женский день. А вот для меня лично любимый – это 23 февраля. Потому что праздник настоящих мужчин. А бобруйские мужчины – они самые настоящие. С праздником! Самых отважных и смелых чествуют во Дворце искусств. В зале те, кто служит, и те, кому еще только предстоит отдать свой долг Родине. Самые почетные места ветеранам Великой Отечественной. В подарок сильной половине человечества – праздничный концерт. Привыкли жить под мирным небом. Если это понадобится, значит, будет порядок. Пойдут все и будут все защищать. Я считаю, что родился мужчина, значит, уже защитник Отечества. С праздником вас! Всего хорошего! В фойе разворачивается выставка юных художников «Наследники Великой Победы». Так авторы выражают свое видение современной армии. Рядом разработки в 3D-моделировании, программировании и тематические инсталляции. Здесь же воспитанники военно-патриотических клубов мастерски управляются с оружием. Хочу служить в десанте, помогать народу. Поступить потом в лице МВД в Беларуси, в Могилеве. Служить, защищать Родину, Республику Беларусь. Я хочу поступить в военную академию, стать офицером, а вообще военным врачом, так как я патриот своей страны и готов воевать за свою Родину. Сегодня вооруженные силы Беларуси насчитывают около 75 тысяч человек. Это профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора и обеспечить национальную безопасность. Техническое обеспечение – одно из лучших в Европе. Горький опыт научил. В нынешней геополитической ситуации, когда вокруг происходит наращивание военной мощи сопредельных стран, боеготовность на особой высоте. Перед современными защитниками мир ставит новые вызовы, но задачи остаются все те же – честь, преданность и готовность в любой момент стать надежным щитом республики. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360.